Всем привет, мои уважаемые зрители! Вы на канале Планета Земля, и с вами Татьяна Панова. Моё путешествие по Абхазии продолжается. Я в Новом Афоне. В Новом Афонском монастырь мужской расположен у подножия на Афонской горы в Абхазии, который был основан в 1875 году монахами, выходцами из Греции, с Нового Афона, и святого Антилимона. Империя, император, также империал свою силу и проявил в неё, он говорит представителям Цеплеев о том, что если вы хотите построить где-то ту или иную обитель, оно должно соответствовать определенным правилам, которые я вам задам. Эти правила, что происходило, что место должно быть изобили. Экскурсовод рассказывает. О, сейчас спустимся. Что вот с той стороны Чёрного моря у нас есть Греция, и в Греции есть Новый Афон. И вот как оттуда приплывали на эту сторону купцы, как приглянулось им это место, и как начинает возрождаться вот этот монастырь. Ну, его очень плохо слышно. Ну, этот монастырь Пантелеймона. Ну, не только купцы облюбовали это место. Купцы помогали потом при строительстве этого монастыря. Обратились с русского монастыря святого Пантелеймона, который был расположен в Греции в Новом Афоне. Вот эти выходцы из Греции, они попросили места, чтобы построить этот монастырь на вот этой территории. И российский император принимал участие, Александр Третий принимал участие в строительстве. Земля была выделена, но было много требований, чтобы было место под монастырь. Это было вот кусок, это место было кусок горы, которая называется Афонская гора, где мы сейчас вот гуляем. Пол горы пришлось убирать, чтобы разравнивать. И Александр Третий заложил первый камень. Видите, со всех сторон кустарники красиво выстражены. Это вот розочки. Туда дальше идут пирамидные эвкалипты. Вот они они. А я направлялась к горе Иверская. Тут еще одна смотровая площадка. Я запланировала обойти весь монастырь, посмотреть все подсобные помещения, территорию. И только потом уже войти туда в храм. Или, думаю, похожу в храм и потом территорию посмотрю. И вот, в общем, я направляю сейчас еще на одну смотровую площадку. Вот с левой стороны вниз туда спускаешься. Мы шли по дороге. Мы поднимались по серпантину, а спускались мы потом пешком. А это вот еще одна смотровая площадка. Очень хорошо видно с левой стороны море, с правой стороны гору Иверскую. Туристов действительно очень много. В основном сюда из Сочи, из Краснодарского края, из Анапы. Ходят автобусы на два дня. Много машин было легковых. Люди самостоятельно приезжают, путешествуют. Но в основном большие туристические автобусы, они внизу оставались, а люди поднимались вверх. Вот видите, вот это есть гора Иверская, про которую я вам рассказывала. Ну, с левой стороны море. Дима, а что вы не паспите по дороге? Зачем вы это ушли? Слова не паспит. Слова не паспит. Силоски паспит. А ну перешел вот так. Это еще одна достопримечательность нового фона. На гору Иверскую можно подняться. Там есть смотровая площадка. Надо проехать на машине на полпути, а потом поднимаешься вверх. Вот видите, наверху башенка. Это смотровая площадка. Я жила рядом с этой горой. У меня есть Абхазия. Второй сезон, если желание, посмотрите. Ну, а сейчас я зашла в сам монастырь. Разговаривать там не очень было удобно, поэтому я просто снимала. А сейчас я хочу с вами поделиться своими впечатлениями. Как я вам уже сказала, но Новоафонский монастырь, его еще называют Симона-Канонитский мужской монастырь. Находится он на высоте 75 метров над уровнем моря. Это один из крупнейших религиозных центров Кавказа. Место паломничества и одна из самых популярных туристических достопримечательностей Абхазии. А это Пантелеймон Элик Святого. Внутри расписан фресками полевских мастеров, а также московских художников. Стены украшались с 1911 по 1914 год. А вот трапезная монастыря, я вам сейчас ее покажу, это в центре туда, где купол. Она расположена под огромной колокольней и украшена фресками авторства воложских художников, на то время знаменитых братьев Оловянниковых. Вы видите, сколько туристов. Монастырь работает круглый год. 11 февраля 2011 года правительство Абхазии передало монастырь Абхазской православной церкви. А с 15 мая 2011 года монастырь фактически является кафедрой неконической священной митрополии Абхазии. Освещается монастырь лучками солнца. Вот сейчас я поднимаю камеру наверх под купол. Там очень много окошечков. Когда я ездила в Абхазию и снимала Абхазию в прошлом сезоне, в марте, мне удалось заснять 7 лучков солнца, которые попадают сверху. Вот видите, я поднимаю вверх и пытаюсь показать вам. Ну, красота неописуемая. Камера не передает той мощи, той красоты, которая видна. Вот я вверх подняла и вот начала считать, сколько там окошечек, и сбилось. Вот оттуда попадает свет на всю территорию и освещает всю территорию внутри. В 1875 году был освоен, основан этот монастырь. И до сегодняшнего дня нужно приехать, полюбоваться такой красотой. Посидеть, поставить свечку. Лавочки расположены справа и слева. Территория очень большая. Я присматривалась к этим фрескам. Многих лики святых я знаю. Вот чаша, вот видите, вот наверху неупалимая чаша. Есть пантелеймон, есть святая Богородица. Еще очень-очень много святых, которых я узнавала. Но были фрески. Я подходила ближе, пыталась понять, посмотреть, что это за лик святого. И, к моему сожалению, к моему стыду, я не знала. Вот, например, вот сюда я подошла, стала изучать, читать и не могла вспомнить, что это за лики святых. Видите, в каком состоянии стены. А это еще одна часть монастыря. Внизу тут ставят свечи. Это я пыталась показать, какая красота потолка со всех сторон. И еще вы обратите внимание, нет углов. То есть расположение окон. Вот вроде бы как это проем двери. Он, видите, вверху как арочка сделан. Окна также сделаны вот с правой стороны. Видите, не прямоугольные, а такие как аркообразные. И вверху потолки, они тоже идут непрямые. Они сделаны как аркообразные. Вот это потолок с крестом. Вот это центр. Это я отошла, чтобы видно было, какой он по территории большой. Ну, а это еще раз я вернулась посмотреть. Действительно, я поднимала камеру, смотрела. Розеток действительно нигде нет. И освещение, еще раз, вот хочу сказать, что освещение идет вот от этих окошечек, от купола, который расположен вот в середине. Ну, а я присела с мыслями один на один. И потом вышла на улицу, продолжала экскурсию. Территория, которая расположена, несколько гектаров земли. То есть это и монастырь, и подсобные помещения, и кели, в которых живут монахи. Мы смотрели только вот этот монастырь, вот который сейчас я вам показываю. С левой стороны, вы видите, вот в зданиях, в некоторых даже нет окон. Вот это часовня большая, которая такая, желтого цвета. И туда дальше еще я пыталась обойти всю территорию. Очень было скользко, здесь булыжная, мостовая. После дождя была очень скользкая. Ну, туристов это не пугает. Кто-то одевал плащи, кто-то гулял зонтами. Вот, а я попыталась обойти территорию, которую нам не показывали. То есть она запретная часть. Видите, тут нельзя пройти. Для туристов только одна территория. Это вот храм, который я вам сейчас показала. Ну, просто посмотреть, пройтись вдоль этого заборчика можно. Вот видите, в некоторых помещениях там нет окон. Но на протяжении всей экскурсии я встретила только одну женщину. Монахов никаких не было. Я не видела. Даже гуляя потом вокруг территории и искала тропу Александра Третьего, которая ведет вниз, про которую чуть позже расскажу, я не видела монахов. Это действительно место, одно из самых популярных туристических мест. Это достопримечательность Нового Афона. Наверное, самая-самая главная достопримечательность Нового Афона. А потом уже пещера, водопады в Новом Афоне. Вот наверху лик святого Пантелеймона. Я пытаюсь показать. Эта дверь закрыта, вход был только один. Я когда обходила полностью монастырь, я подумала, надо же, с 1875 года. А сегодня у нас на дворе 2021 год. Вот вы представляете, сколько лет этот монастырь стоит? Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. посмотрела я храм вот через дорогу моря очень хорошая смотровая площадка а там на том берегу где-то греция турция видите какой обзор вниз туда мы поднимались по серпантину с левой стороны на автобусе сюда можно подняться на легковых машинах или подъем идет в одну сторону такие небольшие автобусы как и карусы пару какие-то пазики небольшие нас привезли высадили и мы потом спускались пешком уже с другой стороны а вот я сейчас обошла вот видите часть монастыря уже когда вышла с храма и вот с левой стороны сейчас я вам покажу дорога к водопаду это с другой стороны монастырь вот я вам показывала здесь вот если смотреть вот вот гора это иверская и вот сюда вот вот где женщина идет вот велика до водопада и там стоит указатель водопад и вот она вниз идет это и есть тропа александра третьего вот она рядом как всегда торгуют орешки щихела сладости какие-то приправы очень много приправ но сейчас не сезон мандарин апельсин нет все в феврале вот мы были в двадцатом году очень было много мандарин апельсин ведь какая погода дочь прошел хорошо хоть дочь прошел было уже так а более-менее приятно гулять а ну а вот я сейчас поворачиваю в левую сторону а во двор и хотела посмотреть там подсобные помещения вот пошла за девушкой и нам там не дали снимать она тоже фотографировала там вот с левой стороны двухэтажное маленькое здание с правой стороны еще продолжение вот ведь одноэтажное здание это котельная по-видимому и еще там вот еще вот ведь есть вот разбитый там без окон стоят еще здание и дальше еще и туда прошла ну и все и на этом все и нас не пустили большой монастырь очень большой монастырь большая территория и еще в таком нормальном состоянии учитывая того учитывая что в 1875 году он уже стал действовать и перенес много чего в своей жизни и был закрыт в 1924 году я вам говорила и верующим его вернули только в 1994 году вы представляете но тут много с чем можно это связывать и политические были передряги и но много всего не буду говорить об этом но я ходила снимала